Просто тихо, стоп! Да все, Эльдар, постой немного, сейчас. Вовер, тихо, это время, время, ребята. Со спортом Глеб Протасов на «ты». Он постоянно участвует в соревнованиях. Одно из последних – «зарница». В будущем десятиклассник планирует стать учителем физкультуры. Для этого поступил в профильный класс. Я пошел в психолого-педагогический класс, так как у меня мама учитель физкультуры, и я решил пойти по ее стопам. И вот появилась такая возможность из всех школ. Он тут открылся довольно отлично. И довольно большие возможности, поскольку, так сказать, можно тут обучиться тому, что пригодится в будущем, на профессии учителя физкультуры или ОБЖ. Особый упор в школьной программе сделан на определенные предметы – общество, историю, русский язык и математику. Специфика работы в этом классе заключается в том, что наши дети будут изучать не только общеобразовательные предметы, но также предметы, которые позволят им сделать выбор именно педагогической профессии, освоить навыки, которые им пригодятся в любой профессии, кроме педагогической. Помимо этого, в программе имеются дополнительные занятия. Их проводят местные педагоги, а также преподаватели сургутского вуза. Я преподаю предметов, он называется «soft skills». Это мягкие навыки, то есть те навыки, которые нужны абсолютно любому специалисту современному, потому что это именно и развитие себя, и умение общаться, умение понимать другого, да, эмпатия, непосредственно наладить коммуникацию, мотивацию. Поэтому у нас тоже, да, хороший предмет, новый введен. И непосредственно еще есть один предмет, это речевые тактики, и коммуникация, его ведут с Ургутского государственного университета преподаватели. И вот был уже первый урок. Первый вводный урок прошел на днях и помог школьникам проанализировать свою речь, а также проверить свои коммуникативные навыки. Был тест, который был направлен на то, чтобы выявить у нас, поставить нашу речь правильно, то есть, чтобы мы умели разговаривать с людьми, то есть, в определенной ситуации. Все, чему обучаются десятиклассники, они смогут применить на практике. Ближайшее пройдет 5 октября, в День учителя. Школьники, которые учатся в профильном классе, смогут попробовать свои силы в педагогике и самостоятельно провести уроки. Это позволит ребятам окончательно определиться с будущей профессией. Мы понимаем, что вопрос профориентации старшеклассников очень важный, и в том числе он призван решать проблему с нехваткой педагогических кадров, а сотрудничество с вузами позволяет решить эту проблему достаточно быстро. Потому что, например, в нашем случае заключение соглашения дает возможность нашим выпускниках на особых условиях поступить в этот вуз. И, возможно, через несколько лет сегодняшние десятиклассники вернутся в родной город уже квалифицированными специалистами, в которых так нуждается сфера образования нашего города и страны в целом. Алена Валей, Дмитрий Огородников, телекомпания «Ракурс» «Город Покачи» специально для телеканала «Югра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова